Микс Ньюз. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю» в нашей новой передаче «Люблю Лайф». Life is good. На Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами я, Инна Авина, главный редактор журнала «Люблю». И сегодня у меня в гостях совершенно потрясающая женщина. Называется закройщик-модельер и дизайнер исторического костюма, ее профессии и хобби, а зовут ее Марина Тимченко. Здравствуйте, Марина. Доброе утро. Вы бы видели, какая невероятная красота лежит передо мною. Те, кто смотрит нас в эфире, видят абсолютно потрясающие украшения. Я похожа. Марина, чьи это украшения, на кого я могу быть похожа в них? Это Мария Антуанна, это королева Франции. Фантастика. Последняя королева. Вы знаете, вот прикладываешь к себе вот такие удивительные вещи, и просто хочется выпрямиться, и осанка другой становится, и настроение, и все. Марина, расскажите, как произошло в вашей жизни это чудо? Как из женщины, которая шьет, ну, наряды для жизни, я так понимаю, платья, пальто, костюмы, ну, то есть то, в чем мы живем, вы вдруг перешли, вы бы видели фантастические фотографии, которые в этом номере журнала «Люблю» опубликованы. Абсолютная королева, царица, красавица. Марина, рассказывайте. Откуда все это вдруг вам пришло? Я многолетний участник городского праздника «Майский граф». С 2012 года моя подруга Ирина Курпница организовала праздник «Ренессанс». Он еще тогда проходил в парке Кронвальда. Да, да, первый. Первый был. Затем мы уже переехали в старый город. Вот, и я так, чтобы поддержать подругу, попробовала сделать первый свой костюм Марии Каэтаны де Альбы. Бархатный костюм с золотым и серебряным шлейфом. Очень красивый костюм. Ну, потом несколько... Это герцогиня де Альбы была? Да, да, да. Это вот у вас самый первый был костюм? Самый первый костюм. Ну, вот вы так говорите легко. Я вот решила подругу поддержать, раз сделала бархатный костюм. Но, Марина, не скромничайте. Я была на всех фестивалях «Майский граф». Это фантастическая работа, это уникальные ткани, это очень тонкое украшение. А как вы знали, что шить, там, корсеты, не знаю, какие-то эти огромные юбки навсегда на вас? Откуда вот это все? Откуда знания? Как вы это делали? Изначально, как говорится, это путем пробы и ошибок. Сначала создавался костюм, потом подбирался под него уже образ по интернету, по картинам. То есть вы сначала в интернете изучали просто картины, художественные произведения. Там же нет вот рядом, а шить вот так вот, а корсет вот так вот. Ну, именно к этому костюму пришлось подбирать образ Ерцогини де Альбы. Ну, и как бы так все получилось красиво и органично. Очень красиво. А где вы выбирали ткани? Где вы находили вот эти вот все это для украшения? Ну, с тканями сложно. В Риге очень сложно подобрать все эти ткани, потому что в каждой эпохе свои ткани. В какой-то эпохе, там, бархат на хлопчатобумажной основе, в какой-то панбархат на шелковой основе. В царские времена, это XVIII-XVIII век императорские костюмы, они в основном шились из парчи, из натуральных льняных, шелковых тканей. А это важно, то есть все эти нюансы, они видны, да? Конечно. То есть вы выбираете такой бархат или, скажем, более современный? Обязательно, обязательно. Ну, современные на синтетической основе. Да. Я тоже шью костюмы из этих тканей, но я им тогда не присваиваю высоких рангов. А, то есть тогда они не получают статус исторического? Нет, они исторические. Тоже исторические, да? Исторические, но там идут просто герцоги, не цари, не короли. А, не цари, не короли. А к царям и королям я подбираю именно золото, парчу. Золото, в общем, дорого-богато. Это потому, что короли и королевы. Марина, мы подобрали к царям, царицам, королям. Скажите, кто первый к вам пришел? В образ какой царицы вы воплотились? Какой был первый царский костюм у вас? Екатерина II. Хорошо вы зашли. С козырею, я могу сказать. Прямо конкретно с Екатериной II. Что вам нравилось? Личность, наряды? Как вы ее выбрали? Ну, это историческая личность, которая оставила огромный след в истории. Ну, и женщина сама была по себе очень красивая, статная и любила жизнь. Да, правда, да. Любила наряды. Любила жизнь, любила наряды. А как вы изучали ее костюмы? Как вы выбирали? Ведь, насколько я понимаю, все-таки сохранилось несколько парадных портретов, которые мы помним. Вот и как вы выбирали? Вот я буду в белом. Нет, я вот, пожалуй, вот это возьму золотое или это голубое. Как это было? Нет, дело не в этом. Я не подбирала. Дело в том, что я не копирую. Я не создаю реплику. А, ну-ка, расскажите. Я создаю стилизацию костюма исторического. То есть я вдохновляюсь историческими подлинниками, картины, ну, что-то читаю, беру какую-то информацию из интернета. Ну, все, что можно, все используется. И потом, ну, уже в дальнейшем я, конечно, в первую очередь думала об образе. И прежде всего была задача найти ткань, материал, подходящий к этой эпохе. И его найти, это вам, честно говоря, не передать. Это нужно избегать не сотни, но десятки магазинов по Риге. Езжу в Россию, в России покупаю ткани. И в течение полугода я собираю только материал для того, чтобы после Нового года, после Дня рождения, начать новый костюм. Это уже традиция. То есть это у вас такой этап и традиция, да? Это традиция у меня, да. Майский граф, я выступаю, лето отдыхаю. И с сентября месяца я начинаю собирать материалы. Начинаете поиск материалов. Да, собираю материалы. И потом, после Нового года, потихоньку начинаю работать. Сколько занимает создание одного вот такого платья, как у нас на фотографиях в журнале? Ну, считайте, февраль, март, апрель, май. Середина мая я выступаю. Три с половиной месяца. Три-четыре месяца, считай. Да, если я делаю корону костюму, тогда четыре месяца полных. Потому что корона занимает. У нас тут вот с вами на столе не только, ну, во-первых, корона, я так понимаю, это очень трудно, но вот еще вот украшения совершенно потрясающие, такие тонкие у вас тут, и жемчуг, и камни. Это авторская работа Елены Беловой, мастер из Москвы. У нас по поводу этого украшения, это украшение создавалось в костюме Марии Антуанетты. Мой последний выход в 2019 году, занявший также первое место на майском графе, это украшение создавалось у нас в тандеме с мастером Еленой Беловой. Фантастика, очень красивая. То есть я покупала некоторые материалы, аксессуары здесь, и с ней созваниваясь, и будучи ежедневно на связи, мы с ней совместно создавали это украшение. Вот эти украшения. Да, то есть это наша совместная работа. Она вышивала, а я, скажем так... А вы руководили узорами, подборкой, где жемчуг, где камни. Здесь использованы только камни Сваровского, японский бисер, чешский сутаж, самые дорогие, самые качественные материалы для создания этого украшения. Чувствуешь уникальное. Всё это сделано на натуральной коже. Обработка, посмотрите, какой край. Да, я же говорю, фантастика. Это ювелирное украшение. Да, ювелирная работа, ювелирное украшение. Это ювелирное украшение, тем более, что техника взята от старинных мастеров, которые ещё были в Старой Европе, в Старой Руси, сутажные украшения были очень популярны. А, так это она восстанавливается. То есть это тоже работа старинная? Да, да, да. Очень красиво. Можно найти такие украшения и в прошлых веках. А вот, Марина, на фотографиях вижу корону. А расскажите, пожалуйста, как? Я понимаю, что выходить в царских платьях вам уже, ну, как бы не составляет труда. У вас соответствующая уже выправка. Я вот смотрю, да, вот как вы легко так вот с этими юбками обращаетесь, совершенно так вот непринуждённо с этими регалиями царскими, да, вот скипетры державы, прям как родные в ваших руках. Спасибо. А как вот вы себя чувствуете? Вот вы создаёте корону. Да. Про что вы думаете? Как вам вообще в этом состоянии? Как вы её примеряете к себе? Вы знаете, чтобы создать корону, тоже надо много побегать, поискать материалы. Честно говоря, тоже труд такой, занимающий очень много времени и нервов. А корону вы придумываете тоже в стиле той эпохи? Ну, я думаю, у меня всё стилизация. И вы придумаете свой узор для вот этой вот короны, да? Первую корону для Екатерины второй я делала из диадем. Я покупала очень большое количество диадем в магазине. Да. Делила на детали, делала определённую основу металлическую и на эту основу наклеивала эти детали. То есть вы разбирали диадемы и собирали свою? Да, и собирала свою форму с помощью эпоксидной смолы. Ну, паять я не умею. Если бы умела, то паяла бы. Ну, хочу научиться, честно говоря. Уже пора. Сколько лет, Марина, вы создаёте костюмы? С 12-го года, 9-й год в этом году. 8 лет, 9-й год уже. 9-й год, да. Ну, судя по всему, вы уже параллельно дополнительных профессий достаточно освоили. Ну, да. И уже вы и украшения делаете, и короны делаете, и вот паять ещё научитесь. Да? И я смотрю, и кольца, и вот перед нами. Вот как эта прекрасная вещица называется? Это пудреница с пуховкой. Пудреница с пуховкой. Пудреницу я купила фарфоровую. Я её покрасила, просверлила дырочку в центре, сделала подставочку из дерева, закрепила стеклянный шар. Всё это сделано вручную. Пуховку вырезала из песца и заклеила внутри, сделала специальную крепёж, основу. Вот, и закрепила всё это в крышечке. Дорогие радиослушатели, если есть возможность и доступ в интернет, пожалуйста, посмотрите на эту фантастическую красоту. Не пожалейте. И, Марина, давайте всех пригласим встретиться в мае на майском графе. Расскажите, какого числа, где вы будете выступать, в каком месте, чтобы все пришли полюбоваться на вас? В этом году. В этом году. Да, в этом году, 23 мая. Начало парада в 12 часов. На параде я буду выступать в Марии Антуанетте. В этом году, в 20-м году вы будете в Марии Антуанетте? Я каждый год открываю парад майского графа, так как первенство даётся тому участнику, который, в общем, занял первое место, и он открывает парад и выходит во главе колонны. Все остальные идут, конечно, участники, все идут торжественно за ним. Конечно, шествие. А впереди меня идёт майский граф со своей графиней, которые тоже принимают участие, борются за титул майского графа. Это сам граф – молодой человек, который проходит энное количество этапов, то есть борется на ножах, на штыках, на саблях, на всяких разных… Доказывает свою мужественность и свой статус графский. Свой статус графский, да. И целый год носит титул майского графа. В старые времена это была личность, которую приглашали во все лучшие дома города. Да, и праздник у этого много сотен лет. Это самый-самый старый, самый первый праздник городской, рижский. Его сделали рыцари-тамплиеры для жителей города, чтобы жители города чувствовали себя также жителями и также чувствовали себя нужными в этом городе. А, то есть это был праздник для обычных горожан со стороны рыцарей. Да, посмотрите, какие мы молодцы, как мы вас охраняем. Что даже простой человек мог прийти на эту площадь, поучаствовать в рыцарских боях, доказать своё первенство и выбрать из толпы свою графиню. Да, ну понятно. То есть это праздник такой вот, ну, как бы, заявления ещё своего какого-то статуса особого, да? Да. Вот. И вот эту пару приглашали во все лучшие дома. Мариночка, а графиню как выбирали? Что она должна делать? А это желание графа. Любая понравившаяся ему женщина, девушка. Ну, тут всё как в жизни, понятно. Кто понравился, того берём в графине. Вот. Их чествовали, одаривали большими подарками. Вот. И они в следующем году свой титул передавали уже другим победителям. То есть на год закреплялось за ними вот это вот звание. Вот. И этот праздник из года в год осуществлялся городской думой города. Вот. И праздновался очень широко. Сегодня, к сожалению, мы своими силами организуем этот праздник. Давайте, да, вот что. Будем надеяться на то, что всё-таки 8 лет, уже достаточно, 9 год, достаточно серьёзный срок на то, чтобы обратить на вас внимание. И будем, поскольку мы, как вы говорите, простые горожане, поддерживаем, на праздник ходим каждый год, детей приводим, читателей приглашаем. Напоминаем всем ещё раз, 23 мая на Ратушной площади встречаемся. И будем мы надеяться, Марина, ну а вдруг всё-таки и Рижская дума как-то обратит внимание и подумает. Ну такая красота. И шествия, пожалуйста. И бои, пожалуйста. Правильно, да? И конкурс, самое главное, исторического костюма. И жюри у нас профессиональные. Кстати, вы будете в этом году в жюри профессиональном участвовать. В этом году я уже перехожу в статус жюри. Вместе со мной в жюри будет также участвовать Светлана Зыбина, многократная участница нашего же конкурса исторического костюма. Вместе со мной в одной номинации она принимает участие. Вот. Очень талантливая девочка. Да. Вот. И конкурс в рамках праздника будет начинаться в 15.30 или в 16.00. Но это ещё уточняется. Понятно. Я буду в новом костюме. Вы будете в новом костюме. Как заявиться? Как узнать о конкурсе? Вот слушают нас женщины и думают, какую красоту Марина делает. Купят журнал «Люблю», полюбуются на вас. Им куда идти? Куда писать? Как заявляться? Или приходить? На Фейсбуке. На Фейсбуке страница «Майский граф». И на русском, и на латышском, и на английском языке информация. Условия конкурса, участие, всё описано. Любой желающий с любым костюмом может прийти поучаствовать. Не только в конкурсе, а просто принять участие в самом параде, в празднике. Никому ничего не запрещается. Проявляйте свою фантазию. Одевайте любые костюмы. Не важно, взяты они на прокат, куплены они где-то. Или сшиты вами, выполнены своими руками. То есть вы приветствуете любой образ? Да. Приходить и участвовать в празднике имеет право каждый житель. Мы приглашаем не только жителей Латвии, но и жителей других государств. К нам также друзья приезжают из Эстонии, из России, из Литвы. Принимают участие в нашем празднике, в нашем параде. Вот, кстати, о том, какие заграничные праздники проводятся и в каких вы принимали участие, мы поговорим буквально через несколько секунд, а сейчас у нас пауза. Мы продолжаем нашу передачу. В гостях журнал «Люблю и люблю лайф» и я главный редактор Инна Авина. Сегодня моя гостья очаровательная Марина Тимченко. По образованию закройщик-модельер, по профессии, по состоянию души. И по стилю жизни дизайнер исторического костюма. Марина, здравствуйте еще раз. Добрый день. И в прошлом маникюрист-стилист международного класса. Фантастика. Сколько профессий у этой женщины. И при этом она потрясающе улыбается, шикарно выглядит. Удивительно жизнерадостно. Спасибо. Красавица. И только что я буквально за эфиром узнала, Марина мне говорит смеясь. А между прочим, я в прошлом году вышла замуж. 28 декабря. Фантастика. Марина, не будем говорить, сколько вам лет. Никто никогда в жизни вам не поверит. Это вообще даже не разговор. Но а как это произошло? Ну вот жили-жили. Прожив с мужем 20 лет, вы решили выйти замуж? 21 год будет 28 апреля этого года, как мы живем вместе. Дети выросли, внучке уже 14 лет. Прекрасно. Мы решили, сможем в конце концов закрепить наши отношения. Не удержусь, чтобы не спросить. А свадебное платье-то как создавалось? Ой, нет. Ну, свадебное платье я купила. Турецкое, очень красивое платье. Марина, я думала, сейчас как скажет, да я его 15 лет придумывала, сидела, шила. Нет, я его 20 лет представляла и купила такое, которое я видела на себе. Мне очень понравилось это платье. Конечно, оно было тоже в стразах. Ну, понятно, естественно. У вас царская, королевская стать и украшения – это все уже теперь неотъемлемая часть вашего образа. Конечно. Марина, скажите, пожалуйста, я вот смотрю в журнале, очень красивые фотографии вы нам предоставили для публикации. Расскажите, вот эти фотосессии – это очень сложная постановка, такая вот… Театральная. Да, да, и декорации, да, и освещение у вас особенное, партнеры. Как, кто придумывает, кто создает, или вы сами являетесь стилистом вашей постановки, как это происходит? Дело в том, что я покупаю атрибуты, старинные вещи, фарфор, украшения, какие-то сервировочные предметы, посуды. Ну, все это антикварное. Вот я смотрю, веер совершенно фантастический у вас тут, где вы в образе Маргариты Наваррской, да? Да, это антикварный веер. Ну, вот у меня фотосессия была Мария Антуанетты в Музее истории города и мореходства. А, у нас. Да, у нас. Вот. Я туда брала все свои предметы, утвари, и с ними у меня проходила фотосессия. Фотограф Елена Алешкина. Замечательный фотограф, с которым у нас уже сложился… Творческий союз такой, да? Художественный творческий союз. Человек, который видит меня, понимает то, что я хочу. Вот. У нас очень здорово с ней получается. Ну, фотографии действительно как картина. То есть можно распечатывать, обрамлять багеты, золото. Фотографий очень много. Да, можно даже сделать большую фотовыставку из ее работ. Но у меня много фотографий не только Елены Алешкиной, но и Александр Шадрин, и Вадим Шадрунов, мои фотографы, и Константин Сифорд. И также Юрий Антонов приезжал из Калининграда, делал большую фотосессию в Екатерину Первую. Мы делали в старом кинотеатре Рига. А, в интерьерах. Да, там совершенно фантастический образ мы создали вместе с Юрием Антоновым. Но, к сожалению, он не вошел сюда. Вот платье вы видите здесь. Да, вот это платье Екатерины Первой. Но сама атрибутика, сама фотография в интерьере, как бы в оборочном, вот сюда она не попала, к сожалению. Марина, представлены ли вы в соцсетях? Вот нас слушают женщины и думают, ну кто же это Марина Тимченко? Ну вот я же хочу посмотреть. Ну хорошо, купят они журнал «Люблю». Все-таки здесь, естественно, не могли войти все фотографии. Где вас найти? На Фейсбуке, также Марина Тимченко. Под своей фамилией, под именем, да? Ну это теперь уже не моя фамилия, я теперь уже Высоцкая Марина. А, да, вы же теперь уже дама замужняя. Да, но я еще не поменяла на Фейсбуке. И на Инстаграме Марина Рибелла. Ага, хорошо. А почему там такое имя? Это как-то связано с вашими историческими? Нет, это мой муж так придумал. Прекрасно. Скажите, кстати, Марина, мужа пробовали наряжать? Нет. Нет? Он у Вас не поддается этим? Нет, он брутальный моряк. Я пыталась его нарядить однажды в пиратский костюм. Я, кстати, камзол купила. Я не шила еще камзол, но купила. Хотела на Новый год его нарядить, но он никак не соглашается. А поддерживает он Ваше творчество? Если бы не мой муж, вы знаете, может быть, я и не занималась. Я бы занималась, конечно, но не так активно и не так широко. Он во всем меня поддерживает. Дорогой муж Марины, вы посмотрите, Игорь, нашу передачу в записи. Большое вам спасибо. Прекрасный вы человек за то, что мы, рижане, можем любоваться вот на такую красоту каждый год на фестивале «Майский граф». Спасибо большое. Я очень люблю своего мужа и благодарна ему за то, что он поддерживает меня. Ну, мы же знаем, кого брать в герои для нашего журнала. Естественно, женщин, любящих, любимых, которые счастливы в личной жизни, которые счастливы в карьере, в работе, которые могут совершенно волшебным образом умеют преображаться. И еще при этом умудряются завоевывать не только пространство возле себя, но и, так сказать, брать шире. Расскажите про ваши заграничные выступления. Где вы еще блистали в ваших костюмах? Какие у вас планы, может быть? Ну, я не так много выезжала. Но, тем не менее, вы мне про Далгов Пиос рассказывали, да? А, да. В 2018 году, когда я создавала костюм Екатерины I, первое, что я преследовала, поучаствовать первый раз в конкурсе, в Далгов Пилском конкурсе «Балмарты». Изначально я выступила на майском графе. В этом костюме, да? В конкурсе «Ренессанс». А потом, в конце мая, я поехала в Далгов Пилс с этим же костюмом и заняла там первое место. О, прекрасно. Получила путевку, очень красивая поездка была в Санкт-Петербург на две персоны. Мне подарили, и мы с моей внучкой покатались. Такая поездка шикарная была по музеям, по историческим местам. Ну, конечно, история – это обязательная составляющая. Я так понимаю, вся семья вовлечена в ваше хобби. Приходит поддерживать? Ну, да. Ну, вот. Только моя внучка в России живёт. Когда приезжает сюда. Когда есть возможность поддерживать. Конечно, наряжается в мои костюмы, фотографирую её очень такая. Она у меня девочка тоже любит наряжаться. Ну, как любая девочка, любит украшения, платья. Вот, кстати, украшения, платья и все костюмы. Где они у вас хранятся? И есть ли у них какая-то вторая жизнь? Конечно, у меня есть помещение костюмерное, рабочий, но не кабинет, а мастерская рабочая, где у меня машины швейные разные, профессиональные машины, не бытовые. Бытовые тоже есть. Я что-то подшиваю на бытовых машинах, ну и профессиональные машины, так как я профессионал. Профессионал-то вы пользует, ну понятно, да. И хранятся все мои костюмы под потолком. А, специальные стишки, хранилища, да? Да, для хранения. Вот, все закрытые. Ну, я частенько их достаю, проветриваю, что-то доделываю, что-то ремонтирую. Потому что после каждого выхода на платьях, на костюмах что-то нужно обязательно отремонтировать. Что-то потерялось, где-то камень упал, где-то подвеска какая-то, ну, нарушилась. Да, я понимаю, тонкая работа. Постирать обязательно все нужно. Бисерное вот это шитье, золото. Все проветрить. Все же кринолины, все фижмы, все эти подъюбники, корсеты, каркасы. Это столько всего присутствует в одном костюме. А, кстати, Марина, а платье тяжелое получается? Вот последнее Антуанетты очень тяжелое. Я не могу в нем находиться больше трех часов. Ничего себе! Оно очень тяжелое. 11 метров парчи. 11 метров парчи. Парча сама по себе очень тяжелый материал. Во-первых. Во-вторых, юбка держится на фижмах с металлическими лентами. Три ряда металлической ленты держат эти фижмы на кожаном ремне. И все, вот эта юбка давит мне на... Ну, получается, женщины раньше это целый подвиг был. Вот отстоять бал, еще отплясать в таких платьях. Но они же по три раза в день переодевались. У них было время на отдых. Утренний туалет, обеденный туалет, вечерний туалет. Если бал, то, соответственно, тоже... Они же только что и делали. Они развлекались... Переодеваниями. И переодевались. Вот и все. У них там тысячи платьев были, гардеробы. Никогда эти платья не стирались, шились новые. Поносили и... Сюда платья не повторялись. Нет, нет. Всегда, каждый раз новые одевались. А есть ли у вас, Марина, такой вот особо любимый костюм? Все-таки у вас их уже целая вот мастерская собралась. Да, у меня больше... Я не помню сколько. 18-20 костюмов. Это много. Это уже такая, знаете, небольшая театральная коллекция у вас собрана. Ну, да. Или, в принципе, вы ее могли бы уже давать в прокат для съемок исторических сериалов? Или что-то? Кстати, не было у вас еще пока такого опыта? Нет, у меня не было ни таких предложений. Но он мог бы быть. В этом направлении стоит подумать. Потому что мне кажется... Так вообще в прокат я свои костюмы не даю ни на какие мероприятия. Ко мне обращаются многие знакомые, да, там костюм, то-то-то. Я не даю просто выйти в люди там на какое-то мероприятие. Конечно, если будут предложения от театров или каких-то кинорежиссеров, чтобы в моем присутствии использовались эти костюмы, тогда, конечно. Потому что это мой труд, это моя душа, это мое состояние внутреннее. Ну и будем откровенны, это же еще и цена, эти платья все-таки очень дорогие у вас получаются. Если вы говорите о том, что это настоящий жемчуг, камни сваровские, у вас сусальное золото в платьях используется. Не в платьях, а атрибуты власти царские, скипетр и держава у меня покрыты сусальным золотом. Четыре слоя. Ого. Сама покрывала. Марин, скажите, а когда вот меняется что-то как-то в ощущениях, когда берешь в руки державу, скипетр и думаешь, ну да, как-то спина выпрямляется? Ну, вообще спина у меня по жизни ровная. Хорошо. Ну, когда входишь в образ, а я и так все время в этом образе нахожусь. То есть это для вас совершенно привычное состояние. Да. Так сказать, вышла королевская походка и пошла. Ну, так и идете по жизни. Так и есть, да. Так и иду. Ну, прекрасно. Я думаю, что это и чувствуется, потому что на фотографиях у вас очень естественный всегда вот такой вот вид. Знаете, я в своем платье, я в своем качестве. Ну, я – это я. Да, я – это я. А вот еще расскажите мне про парики. У вас очень красивые парики и разные на всех фотографиях. Кто-то делает, где берете? Парики я покупаю по интернету, но обычно нужно покупать два, чтобы из двух сделать один. И в этом мне очень помогает моя коллега, моя подруга многолетняя Анна Кенненя. Мы с ней работали много лет, бок о бок, в одном парикмахерском салоне. До сих пор дружим, хотя я уже много лет не работаю в сфере красоты. А, это из той вашей жизни, да, где вы занимались дизайном маникюра? Нейл-артом, да. Нейл-артом, да. Я преподаватель и мастер международного класса. У меня много учеников, разбежавшихся по Европе. Есть чем гордиться. И здесь мои ученики в Латвии работают, также продолжают мое дело. Елена Алексеева, Юлия Рыжакова. Это платиновые мастера Европы, мои ученики. Есть чем гордиться. Прекрасно. Есть чем гордиться, действительно. Татьяна Шабана в Египте открыла свое дело, занимается патологией. Мы все тесно также общаемся. Вы щедро дарите ваши таланты, хочу вам сказать, Марина. Я, честно говоря, делюсь. Делилась, точнее. Тогда, когда я занималась этим делом, я преподавала во многих школах, в самых лучших школах Латвии. Оникс Бета, Международная школа маникюра, Международная школа студия маникюра, Ольги Зелтани. У меня много друзей, с которыми до сих пор общаюсь. А потом все-таки дизайн вернулись. Ну, свою профессиональную карьеру я закончила в 2007 году. Ну, мой любимый мне сказал, что хватит мне дышать пылью, занимайся чем-нибудь другим. В очередной раз передаем привет вашему прекрасному мужу, такому заботливому, любящему и внимательному. Я сначала открыла у себя дома маленькую парикмахерскую, в которой сейчас у меня гардеробная. Мастерская, все понятно, да. Все это потихоньку ушло в небытие, моя прошлая профессия. И я опять начала заниматься первой своей профессией швейным делом. А скажите, Марина, вы создаете сейчас только историческое, а делаете ли вы какие-то платья, скажем, бальные, но уже вот нашего времени? Или это неинтересно? То есть это уже закрыли и не возвращаетесь? Нет, я занимаюсь искусством костюма. И я, у меня вот мое направление только для конкурсов. Только для конкурсов. Есть ли мысли о том, чтобы расширять горизонты? То есть не только Латвия, но и, например, другие страны? Да, хотелось бы. Хотелось бы. Ну, небольшая проблема знания английского отсутствует. Да, надо кого-то, какого-то пажа брать, видимо, в помощь, для того, чтобы возле царицы какой-то паж был. Насколько я понимаю, что такие мероприятия, костюмированные, они проходят регулярно, да, вот в разных городах. То есть знаменитый венецианский фестиваль, про который все знают, туда весь мир съезжает. Вот я в Таллине была на карнавале, тоже очень понравился, в парке. Меня приглашали туда. И мы, кстати, мои костюмы наварских, Генриха Маргарита Наварские, заняли тоже первое место там. А, там участвовали в показе, да? В конкурсе костюмов. Тоже хорошая поездка была. В следующем году поеду. Вот, кстати, в этом году я поучаствовала в Юниконе. О! Заняла также первое место. Я вас поздравляю. Ну, это успех, действительно. Вот, the best получила. Прекрасно, прекрасно. Я хочу сказать еще, Марина, что у нас с вами тоже есть творческие планы. Давайте всех пригласим. 7 марта наш журнал будет отмечать очередной день рождения. 22 года. Представляете, 22 года журнала «Люблю». Здорово. Это прекрасный возраст, я считаю. И 2020 год, очень много двоек. То есть мы пригласим, конечно, нумерологов, с которыми мы работаем. Пусть нам расскажут, какой у нас будет очень успешный год. Мы в это очень верим. И мы делаем большой праздник в торговом центре Акрополы. И Марина Тимченко у нас будет почетным гостем. Теперь уже Высоцкая. Марина Высоцкая. Договорились. В любой фамилии, в любом статусе. Будем ли открывать секрет? Выбран ли уже костюм? Или Вы еще думаете? К следующему майскому графу? Да, к следующему майскому графу. Будет новый костюм, будет новая корона обязательно. Материалы все уже собраны, куплены. Я уже работаю над этим. Вот сейчас немножко еще осталось мне закончить мой зимний костюм, который я создавала специально к Новому году. Расскажите, пожалуйста, что за костюм? Так получилось, что зима нас не радует. А мне очень хотелось подарить открытку новогоднюю своим друзьям. И я сшила новый костюм Снежной королевы. Шикарный тоже костюм. Весь в серебре. С огромной красивой короной. Но придется делать студийную съемку. А, снега нет. Снежная королева без снега осталась. Без снежного царства своего. Ну, это вот мы с Еленой Алешкиной, как бы у нас уже такой творческий тандем с ней образовался. Мы сделаем такую фотосессию и потом представим этот костюм моим друзьям. Выкладывайте в интернет, присылайте нам, с удовольствием опубликуем, похвастаемся дружбой с прекрасными, разнообразными королевами в вашей лице, в том числе и даже и снежными. Конечно, к майскому графу будет новый образ, новая корона. В продолжении российского двора это будет Елизавета Петровна. О, прекрасно, Елизавета Петровна. Все три императрицы будут сборить. Наконец-таки уже соберутся в вашей коллекции. Весь комплект будет сборен. Встретимся тогда на майском графе. Перед этим встретимся 7 марта в торговом центре Акрополы на нашем празднике «Люблю». Марина, огромное вам спасибо. Я очень хочу большое спасибо сказать Ирине Осадче, которая писала эту статью для меня, для вас, для меня, для всех моих читателей и ваших читателей, моих друзей. Я хочу большое спасибо сказать Ирине. Ирочка, большое тебе спасибо и большой привет. Материал очень интересный и написала очень красивый текст. Журнал «Люблю» в киоске. Марина Тимченко в студии. Встречаемся 7 марта в Акрополы и 23 мая на майском графе. Большое вам спасибо за эту встречу. Я тоже благодарна вам за приглашение. Большое спасибо всем слушателям. Встретимся в следующую среду в это же время в 10 утра.